Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В этом году льготные строительные кредиты могут заменить на коммерческие с дальнейшим предоставлением субсидий на их погашение. В минувшем году в Гомельской области получили жилье и улучшили жилищные условия около 2300 семей. Тем, кто должен сдавать отчеты в органы статистики, делать это станет проще. И напоследок цены на продукты и пасхальную атрибутику. А теперь обо всем подробнее. Сокращение участия банка в льготном кредитовании, развитие системы жилищных строительных сбережений, инвестиционного банкинга и либерализация валютной системы страны. Совет Министров определил стратегию развития финансового рынка до 2020 года. Всего в плане более 50 позиций. Что касается отказа от директивного, в данном случае льготного кредитования, то в строительной сфере это произойдет очень скоро. Уже во втором полугодии льготные кредиты начнут заменять коммерческими с адресной господдержкой за счет бюджетных средств. Суть в том, что гражданин сможет получить субсидию, которую затем израсходуют на погашение кредита, полученного на рыночных условиях. В настоящее время согласовывается проект указа о представлении гражданам государственной поддержки в улучшении жилищных условий. Что это за новшество? Вместо льготных кредитов, хотя остается работать и указ номер 13 для некоторых категорий граждан, государство предлагает выделять субсидии на погашение части процентов, на погашение нельготных кредитов, и ряду категорий граждан и основного долга. Основной долг будет погашаться многодетным семьям, субсидии, сиротам и молодым семьям. Новацией станет компенсация 35% основного долга детям-сиротам. Молодым семьям при рождении первого ребенка погасит 10%, при рождении второго – 20%. При рождении троих детей государство погасит 95%, четверых – 100%. На сегодняшний день 75% у нас в 13-м указе, будет 95%. Это, да, субсидия будет увеличена на 20% для многодетных семей, по погашению основного долга. По убеждению специалистов, строительство жилья с господдержкой можно будет привлечь дополнительные ресурсы, которые есть у коммерческих банков. А размеры субсидий будут рассчитываться таким образом, чтобы у граждан оставались примерно те же объемы платежей, что и при использовании льготных кредитов. Будут выделяться из республиканского бюджета деньги, финансовые средства, которые после начисления районами конкретным гражданам, которые будут обращаться на получение данных субсидий, будут область полкомам перечисляться на специальные счета данных граждан для оплаты вот этих вот процентов, как я сказала, части процентов другим категориям и всех процентов вот этим многодетным семьям, и части льготного кредита, то есть основного долга. Там тоже будет учитываться одноразовость получения данной господдержки. Если гражданин уже получал льготный кредит, и у него не поменялся состав семьи, он не увеличил состав семьи путем рождения ребенка, то он уже использовал свою льготу на господдержку, он уже не будет иметь право на повторное получение господдержки. То есть это будет учитываться в одном едином реестре получения господдержки. Последние инновации, которые принесет указ, должны настроить белорусские банки на активное участие в процессе субсидирования. Практически от любого из них ждут инициативности в этом деле. Всего в стране сейчас около 30 банков. Из них 15 кредитуют жилищное строительство, из которых два с господдержкой. Специалисты рассчитывают, что не менее 10-15 банков будут выдавать кредиты на строительство жилья по новым правилам. В продолжение темы жилищного строительства. По данным Белстата, в минувшем году в Гомельской области получили жилье и улучшили жилищные условия около 2300 семей, в том числе 800 молодых семей, 700 многодетных и 200 имеющих право на получение жилых помещений социального пользования. В то же время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2016 года состояло свыше 90 тысяч семей. Это на тысячу больше, чем годом ранее. При этом численность нуждающихся в улучшении жилищных условий в городах и поселках городского типа увеличилась более чем на тысячу человек, а в сельских населенных пунктах сократилась на 200. Субтитры создавал DimaTorzok Респондентов и специалистов. Для этого на портале нужно создать личный кабинет, а уж там во всех смыслах дело техники. Переход на данный формат представления отчетности позволяет повысить уровень и качество первичных сельских данных, а также повысить уровень информационной поддержки респондентов. Возможность создания рабочего кабинета на веб-портале дает возможность получить уникальную информацию, предназначенную только для респондентов в качестве первичных сельских данных, а также получить необходимую информационную поддержку со стороны работников органов государственной статистики. Кроме того, использование личного кабинета позволит хранить все статистические отчеты и получать оперативную информацию и напоминание о сроках предоставления данных. Посредством рабочего кабинета будет организовано полное взаимодействие респондента. То есть будет возможность задавать вопросы, получать необходимые ответы. Респондент будет получать индивидуальный перечень форм статистических наблюдений, которые его необходимо предоставлять. Информацию респондент получает полноценную. Ему нет необходимости обращаться дополнительно к работникам органов статистики, нет необходимости заходить в определенные разделы на официальном сайте Белстата. Все, что необходимо, он получит из одного источника в своем рабочем кабинете. Также в личном кабинете будет отображаться информация о нарушении респондентами правил отчетности. То есть реакция специалистов органов статистики на ошибки будет практически незамедлительной. Респондент будет получать необходимую информацию о сроках представления стат-отчетности. Если ранее работники органов государственной статистики оповещали об этом респондента, либо письмами, либо телефонными звонками, либо письмами на электронные адреса, то сегодня всю необходимую информацию респондент получит в своем рабочем кабинете. Близится один из главных церковных праздников – Пасха. И, конечно, подготовка к нему у любой хозяйки отнимает очень много времени. Нужно, чтобы и дом блестел, и стол ломился. И если с решением первого вопроса все обстоит индивидуально, то со вторым мы всегда готовы помочь. Итак, среди рабочей недели мы отправились на центральный рынок. В связи с тем, что покупателей было мало, продавцы, как говорится, боролись за каждого, предлагая скидки и активно рекламируя свой товар. Но мы, как всегда, расскажем обо всем объективно. Итак, начнем с овощей. Огурцы стоят от 3 рублей 20 копеек до 4.30. Помидоры и кабачки около 4 рублей. Черри – 5,5 рублей. Свежая капуста – 2,50. Цена на редис очень отличается, поэтому не спешите с покупкой. Начинается с 2 рублей 25 копеек и достигает 5 рублей. Перец стоит около 7. Далее. Шампиньоны от 5 до 6. Вешенки – 7 рублей. Яйца от рубля 60 копеек до 2.10. Цены на фрукты. Яблоки от рубля 45 копеек до рубля 70. Мандарины от 2.20 до 3. Апельсины от 2.50 до 2.90. Помыло стоит почти 4 рубля. Груши от 2.30 до 4. Кишмиш – 4.90. Лимоны от 3.20 до 4. Гранаты от 5 до 5.30. Штука авокадо – 2.50. Манго – 5.50. Цены на мясо и птицу. Домашняя индейка стоит 10 рублей. Ее филе – 18.19. Кролик – 12.13. Баранина – 12. Домашняя курица – 9. Свиная полиндвица – 8 рублей. Грудинка и окорок – 7.50. Ше – 8.50. Филе – 10. Сало – 5 рублей. Голени и ножки – 2.50. Почки и сердца – по 5. И, конечно, основной атрибут и украшения этого дня – пасхи, куличи и крашеные яйца. В продаже появилось большое количество украшений для них. Термоэтикетки для яиц – 20 копеек. Краска – рубль 80, глазурь – 80 копеек. Посыпка – рубль, наклейки – по 50 копеек. Кружево для куличей стоит 4 рубля. Формы для них – от 15 до 35 копеек. А пластмассовая форма для творожной пасхи – 2 рубля 50 копеек. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова